В Госдуме предложили запретить использовать животных в цирках. В пояснительной записке авторы отмечают, что генпрокуратура вывела 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними в ходе проверки, проведенной в прошлом году. Проверка проходила в цирках, приютах и зоопарках. Что думают об этом зоозащитники и тверичане, узнали наши корреспонденты. В последнее время участились случаи жестокого обращения с животными именно в стенах цирков. Один из недавних скандалов связан с известными дрессировщиками-братьями Запашными, которых общественность обвинила в жестоком обращении с животными. Это случилось после появления видео с избиением ими своих четвероногих подопечных во время репетиции в Большом московском цирке. По данным МАШ, который публикует видео, кадры воспитания табуреткой и огнетушителем братьев наших меньших в здании на проспекте Вернадского показали сотрудники цирка. На них Запашный нещадно лупит тигра палкой, обливает водой и даже дает залп из огнетушителя. Все это в рамках подготовки к новым гастролям и выступлениям. А еще не так давно в соцсетях появилась информация, что в Оренбурге уникальные белые медведи содержатся в нечеловеческих условиях. Четвероногие звезды шоу «Белые медведи на льду», занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, на протяжении нескольких дней заперты в тесных клетках подсобных помещений цирка. Видео, подтверждающее факт жестокого обращения с краснокнижными животными, опубликовал телеграм-канал «Рядовка». После Росльхознадзор по Оренбургской области проверил условия содержания животных. Как сообщили ведомстве, в учреждении выявлены многочисленные нарушения. В обществе актуализировалась дискуссия по поводу цирка с животными. Нужно ли такое развлечение детям и как оно в принципе влияет на формирование их психики? По мнению Тверского зоозащитника Дмитрия Нечаева, это дискуссионный вопрос, но сам он склоняется все же к тому, что дикие звери должны жить в естественной среде, а не выделывать несвойственные им трюки по принуждению человека. Например, слон, стоящий на голове, или медведь, едущий на велосипеде, или балансирующий на какой-то шаткой табуретке. Но это достаточно противоестественное условие для медведя. Я не думаю, что он сильно счастлив от того, что с ним такое происходит. Поэтому для ребенка это должно восприниматься как некая девиация, отклонение от нормы с точки зрения психологии. Ребенок должен видеть зверя на свободе, как он свободен в своих движениях, в своих желаниях, находится в естественной среде, и вот это является нормой. Тверичане в большинстве своем также поддерживают инициативу народных избранников по запрету цирка с животными. Издевательство, держать в клетках, тем более еще и заставлять что-то делать, кроме того, что они хотят и любят. Дикие животные, которым некомфортно, должны обитать в своей настоящей среде. Зависит от того, какое конкретное животное. Там какие-нибудь собачки, домашние всякие. Я думаю, им вполне можно выступать, а вот насчет диких животных, львов, тигров, я думаю, тут зависит от некоторых условий. Вот это вот особенно нужно запретить, если не соблюдать какие-то нормы жизни. Но есть и другая категория граждан, которые выступают против закрытия цирка с животными. Нет, это неправильная инициатива. Почему? Ну как, мы ходим, надеемся, что все хорошо, что за ними ухаживают. То есть запрещать не надо? Не надо. Я думаю, нет. Почему? Ну, потому что больше ребятишки ходят смотреть на зверей. Заметим, что речи о закрытии цирков как таковых не идет. Однако многие признают, что проблема проявления насилия над животными существует, но решать ее можно начать и другими способами. Например, установлением более тщательного контроля над хозяевами и дрессировщиками зверей. Ведь для многих семей поход на представление в цирк – это целое приключение. Правда, как известно, самые знаменитые цирки мира все чаще успешно обходятся без представлений с прыгающими через огненные кольца, тиграми и разъезжающими на велосипедах медведями. Продолжение следует...